Вот, но самый сильный, наверное, способ преодолеть предательство, это понять немощь человека. Я вижу, что очень много людей возникает проблем, потому что они себя не хотят слышать. То есть ты переводишь взгляд с негативной перспективы на этого человека на позитивную, и люди начинают уже в себе что-то там хорошее у них как бы готовиться по отношению к другому человеку. А все остальное это люди, в общем-то, неважно какой титул он занимает, это просто, скажем, чем больше титул, тем больше ответственности. Добрый день, Марк. Привет. Тебя предавали когда-нибудь? Да. И как ты выбирался из этого? Ну, вначале ты грустишь, потому что когда предает близкий человек, скажем, да, то это очень грустно. Когда предает далекий человек, то это непонятно, неприятно. Вот. Но мне продавали, конечно, несколько раз. Вот. Но самый сильный, наверное, способ преодолеть предательство, это понять немощь человека. То есть как бы любое действие подобного плана, это всегда немощное действие. Вот. Какой бы это близкий или далекий человек не был, это срабатывает немощь, защита в человеке. Должен понять, что человек это делает не потому, что он сильно хочет тебя предать, а по-другому не может. То есть это для него единственное решение, как бы самому выбраться из какой-то ситуации или самому, как бы, понять самого себя. Поэтому он идет на такие меры. Поэтому, когда ты понимаешь, что предательство это прежде всего немощь, то уже вместо ненависти приходит сострадание. То есть приходит понимание, сострадание. И вот так, наверное, я преодолевал свои вопросы. А если это церковное объединение? Без разницы. Абсолютно то же самое. Там тоже немощь человека? Везде, везде. Как бы человеческий фактор везде есть. Как бы самолеты падают с человеческим фактором. Чем отличается, скажем, духовный лидер? То же самое человек. То есть единственная личность, которая была и человеком, и Богом, это Иисус Христос. А все остальное это люди. В общем-то, неважно, какой титул он занимает. Это просто, скажем, чем больше титул, тем больше ответственности. Ты видишь страны, конфликты, возникающие в среде религиозной. Например, наш общий друг Альберт Раткин стал частью такого конфликта. Как тебе кажется, эти вопросы как нужно решать? Я по натуре такой дипломат, наверное, больше. Я считаю, что большинство вопросов, их можно решить обыкновенной договоренностью. То есть когда люди способны сесть и договориться. Когда они не способны сесть и договориться, могут поучаствовать люди, которые профессионально могут содействовать этому. То есть большинство войн, конфликтов, это из-за того, что люди друг друга не поняли. Или отказывались понимать друг друга. То есть это происходит в семьях. Муж с женой ругаются, допустим. Родители не могут понять детей, дети не могут понять родителей. Это не что-то новое. То есть любой религиозный конфликт или социальный конфликт, это не что-то новое на этой планете. Это просто люди не смогли где-то друг друга понять. Этот сказал так, этот подумал так. То есть самый лучший способ решить конфликт, как я, допустим, решая конфликты, когда ко мне обращаются. Ты говоришь хорошее одной стороне, а другой стороне. И другой стороне говоришь хорошее о той стороне. Понимаешь? Уже в сознании обоих людей они начинают понимать, что он обо мне не так уж плохо думает. То есть есть позитивная сторона. То есть естественно я не выдумываю, я просто показываю на позитивную сторону одной стороны и на позитивную сторону другой стороны. Человек уже вместо того, чтобы видеть клыки и рога у того человека, он уже видит какие-то моменты сердечные, понимаешь? То есть ты переводишь взгляд с негативной перспективы на этого человека на позитивную. И люди начинают уже в себе что-то там хорошее у них готовиться по отношению к другому человеку. То есть когда люди не общаются, у них в душе начинает заквашиваться какое-то недовольствие. Но когда они начинают правильную информацию туда в душу вкладывать, то может и другой вкусный суп приготовиться. Ну да, обычно наговаривают. Наговаривают, конечно, внутри себя наговаривают, а там еще рядом кто-нибудь стоит, что-то там поддакнул, еще кто-то что-то там. И человек уже начинает собирать эту информацию и готовить из этого свою злую похлебку. Но если это личное, а если это все-таки какая-то идейная история, лежащая в основе этого конфликта? Или они всегда личные? Я думаю, что всегда первостепенно идут личные вопросы. То есть личная неприязнь, личные ощущения. То есть я, допустим, верю все-таки больше в личность человека, чем в идейность человека. Потому что идейность это внешне привитый фактор. То есть той культуры, в которой он находится. То есть он не выбирает ту идею, идея в основном, скажем так, он становится либо заложником той идеи, в которой он живет, или находится, или окружение этой идеи. Либо эта идея ему как бы там навязана, либо она близка по каким-то параметрам, опять же тем же культурам, в которых он вырос. Понимаешь? Он прячется за идею? Хочется? Ну я не думаю, что вообще кто-то за идею прячется. Это просто как бы естественное состояние, то есть это производное от того общества, в котором ты находишься. А как отличить личную цель какую-то от этой вот навязанной контекстной идеи? Ты можешь это сделать? Ну личная цель, прежде всего, это внутреннее состояние, к которому нужно прислушаться. То есть я вижу, что очень много людей возникает проблем, потому что они себя не хотят слышать. То есть они не хотят себя слышать, они не хотят к себе прислушиваться. То есть когда начинаешь к себе прислушиваться, ты начинаешь слышать все-таки какие-то интересные моменты относительно себя, своего отношения вокруг, допустим. То есть ты начинаешь слышать то, из чего ты создан. А человек как бы, ну все-таки божественное творение, там много всего хорошего, понимаешь? То есть когда человек начинает прислушиваться к себе, он понимает, что, допустим, ему что-то нравится, он что-то хотел. То есть он не хочет воевать, он не хочет, допустим, конфликтовать, он хочет делать свое любимое дело. Допустим, ну в детстве, возьми, у всех была какая-то мечта, там стать тем, другим, третьим, четвертым и так далее. То есть никто не хотел там пойти на войну или что-то кому-то доказывать, с кем-то где ругаться. То есть, понимаешь, есть внутреннее состояние, и начинаешь прислушиваться к себе, и ты это слышишь. И дальше вопрос, а что ты с этим делаешь? Значит, ну я могу что-то с этим сделать, я могу сделать какие-то шаги для того, чтобы реализоваться в том, кто я есть. Ну ты знаешь, приходится очень часто слышать такой синдром, выученный как бы неудачный, что ли. И люди, особенно люди, которые пожили и имеют опыт таких неудачных проектов, они всегда говорят, ну вот это уже невозможно сделать, невозможно ничего изменить, нельзя там выборами что-то изменить, в общем, разные придумываются контексты этому. Но в целом человек вот так себя ведет. Вот тебе сталкивался ты когда-нибудь с такими людьми, и как ты с ними работаешь? Ну это синдром такой, как бы, с одной стороны, неудачника, то есть это программа, заложенная в детстве, как правило, бывает. То есть это определенные комплексы, связанные там с воспитанием, с родителями, может быть. То есть с тем окружением, в котором человек был в детстве. То есть это не связано уже с тем, что у него что-то не получается, это связано с тем, что он, где-то его там недолюбили, может быть, где-то над ним, может быть, там издевались или еще что-то. То есть на подсознательном уровне это все закладывается в детстве, вот эти многие моменты. Вот. И вот этот как бы синдром неудачника, это когда человек попробовал какую-то возможность сделать, и оно у него не получилось, и что он происходит? Он себе сам так, ну я же говорил, то есть, понимаешь? Но моя философия такая, что если у тебя есть 5% успеха, тебе всего лишь нужно 19 попыток, чтобы достичь то, что ты хочешь. Интересно. Да. То есть большинство людей заканчивают свои попытки после первой попытки, они считают, что у них не получилось, они доказали себе, я неудачник, я доказал, все, готово. То есть больше никаких этих нет. Некоторые люди доходят до второй попытки, некоторые самые-самые-самые упорные доходят до третьей, и вообще какие-то фанаты сумасшедшие до четвертой. Но если у тебя 5%, 5% успеха, 19 попыток, и ты получишь то, что ты хочешь. Понимаешь? И вся боль, все ощущение неудач за эти 19 попыток, никто с этим не поспорит, потому что ты в итоге являешься победителем. Ты в итоге сделал то, что ты хочешь, а остальные остались на второй, на первой, на третьей попытке. То есть боль вот этих ощущений, вот этих мук до 19 попыток, допустим, она уходит в никуда, потому что ты достиг то, что ты хочешь, ты состоялся. Ну, я вот вижу перед собой человека с таким высоким эмоциональным уровнем. А когда ты видишь перед собой человека, который уже долгое время находится, это состояние чуть ли не депрессии, и когда ты ему начинаешь рассказывать о том, какие возможности у него есть и так далее, часто это убивает окончательно этого человека. У тебя какой-то есть другой опыт, когда ты, так сказать, подымал, вытаскивал человека и дал ему увидеть возможность, которая всегда была рядом с ним? Ну, вообще я люблю это делать, опыт у меня есть. Как ты находишь таких людей? Или они тебя находятся? Посмотри вокруг тебя, что происходит. То есть есть люди, которые очень успешны в одном и очень неуспешны в другом. Понимаешь? То есть ты как бы смотришь на одного человека, который кажется, ну, просто молодец. А чуть-чуть залазишь поглубже в него, допустим, в общении, у него там такие дебри. Или наоборот, допустим, человек, который, ну, просто такой, в такой депрессии находится. Залазишь поглубже, а он там стихи какие-нибудь гениальные пишет, там, картины какие-нибудь пишет. Понимаешь? И ты поэтому показываешь не то, что он смог бы достичь или и не достиг. Ты показываешь на то, что он уже сделал. То есть ты видишь всегда те стороны, которые сильны в нем. Понимаешь? То есть, вот, допустим, у меня была там недавно ситуация, там, в Канаде. Я разговаривал с одним человеком, и они иммигрировали в Канаду, приехали. И он тяжело работал для того, чтобы сделать эту иммиграцию. Вот. И потом они оказались в некоторых таких сложностях в жизни, допустим, и не знали, что делать. Я говорю, смотри, что вы сделали. Вы столько преодолели такую огромную силу протяжения, скажем, жизни и земли, и вы переехали уже не в молодом возрасте. Вы смогли это сделать? Смогли. А почему не сможете сделать следующий шаг, намного меньше? Вы те же самые остались. Понимаешь? То есть часто человек теряет из виду те способности, которые в нем есть. Все, что тебе нужно сделать, это просто показать эти возможности. То есть ты не показываешь то, чего он не достиг или мог достичь, ты показываешь то, кем он является. А часто человек является очень красивой, сильной личностью, у которого есть свои какие-то достоинства. А почему он перестает видеть это? Ну, как правило, из-за того, что, как ты говоришь, были какие-то неудачи, это раз. Были какие-то идеалы, это два. То есть человек ожидал, что он поступит в этой ситуации так, а поступил по-другому, расчаровался. Бывают какие-то жизненные кризисы, иногда какие-то сломы бывают. То есть человек оказался в какой-то ситуации, в которой он не смог ее грамотно решить, и не было рядом помощников, которые поддержали бы его. То есть в основном это либо внешние факторы, либо это какие-то, может быть, семейные кризисы. Человек разочаровался в себе, и не обязательно, что он в этом виноват, или кто-то в этом виноват. Ну, так получилось, понимаешь, так получилось. Вот мы сейчас живем в интересное время, мне так кажется, но я часто слышу от молодежи, что вот все закрыто. Если у тебя нет каких-то связей, богатых родителей, в общем, блата, как это называлось в советское время, то ты не можешь продвигаться в социальных лигиях, добиться какого-то успеха. При этом мы не берем в расчет, и, может быть, стоит об этом поговорить, а тот мир, который сегодня цифровой мир, и не только цифровой мир, мы столкнулись с пандемией. Какой спектр такой вот жизнедеятельности, спектр исследования, вот это все привносит в нашу жизнь? Ты мог бы об этом немножко рассказать, как это видится из Канады, где ты сейчас там живешь? Ну, время всегда меняет разные возможности, то есть нужно как бы чувствовать эпоху, в которой ты живешь. Потому что люди иногда путают эпохи, то есть они пытаются натянуть на себя те возможности, которые были в предыдущей эпохе, на эту эпоху, да, или наоборот слишком спешат в каких-то вопросах. То есть и то, и другое, и третье, оно, может быть, не совсем со временем, то есть нужно понимать то время, в котором ты находишься. Вот, сегодня такое время, связанное с пандемией, что мир понял, что он не такой добрый, да, что оказывается можно ожидать подлость от всяких вирусов, и даже не то, что он там где-то ходит вирус, этот вирус может прийти с близким человеком, и человек этого не ждет, да, то есть он не ждет такой момент. Вот, если это уже не танки, там, и гранаты, и пушки явно выраженного врага, то есть это вещь, которая может быть рядом с тобой. И человек к этому, с одной стороны, и готов, но с другой стороны, он понимает, что сейчас время науки. Вот, допустим, было время, когда люди, чтобы защитить себя, ковали мечи. Потом было время, чтобы защитить себя, они там делали, там, пушки, танки, самолеты, ядерный бомб, в конце концов. Вот, потом было время, когда защитить себя нужно компьютерная технология, то есть единички, нули, они очень сильные, там, движут деньгами, массами и средств, и так далее. Но сейчас все поняли, что и это не самое главное. Есть, как бы, вирус, который, вот, не изучен, человечество к нему не готово, оно вообще не знает, что с этим делать до конца. То есть, может, вирусологи, там, имеют какое-то направление, но само человечество чуть-чуть в панике. И сейчас время, вот, я, допустим, вижу в западном обществе очень много тратится, вкладывается в науку. То есть, это, ну, это важный момент, то есть, там, в биологию, какие-то физику, в технологии, которые, в общем-то, помогут преодолеть этот момент. Что касается компьютерных возможностей, которые есть, то, в принципе, мир сегодня, как бы, движется в этом направлении, что искусственный разум, интеллект, там, уже планируется, что он будет, там, решать многие вопросы, да, то есть, человеческий труд потихонечку начнет упраздняться, там, в меру, как бы, интеллектуального, да, то есть, мышления. Вот, то есть, коэффициент полезного действия от каких-то, там, вещей будет выше, потому что, ну, к примеру, там, искусственный разум знает, когда лучше кукурузу полить, да, и сколько воды вылить, к примеру. Ну, вот, то, что называется искусственным разумом, это вещи, которые мы уже видим. Ну, например, машину научили водить, да, ну, скорее всего, там, следующей сферой, ну, может быть, я фантазирую, может быть, это будет и так, что это будет, например, там, суд справедливый, куда ты загружаешь просто свои показания, показания, там, противной стороны, и все это сверяется с законом, и тебе выносится какое-то там решение. Я знаю, что в биологии вообще очень сильно, может быть, это уже видно там, здесь пока это мы просто знаем об этом, что очень сильно работают над всякими запчастями для организма, и это же все меняет, то есть, продолжительность жизни может быть выше, качество жизни может быть совсем другим, человек будет разгружен. Вот, насколько то, о чем я сейчас сказал, это реалистично, или это просто вот такая вот фантазия футурологов? Ну, книжек много было интересных написано, фантастических, которые становились реальностью, вот. Это одна страна, но с другой стороны, то есть, как бы тут с ума сходить тоже не надо по каждой идее, то есть, по каждой книжке, потому что у нас есть жизнь сегодня, и вот мы сегодня живем, то есть, завтра мы можем не жить, к примеру, да, то есть, кто-то будет жить, кто-то не будет жить, и так далее. То есть, я считаю, что здесь, ну, не надо заморачиваться уж совсем сильно, то есть, как бы, ну, надо проблемы решать по мере их поступления, и маленькие, и большие, потому что иначе тут человек, ну, такое творческое создание, что себе напридумывает, напридумывает всего, и потом не будет знать, что с ним делать. И то, что сейчас, в принципе, и отчасти и происходит, да, то есть, люди придумают проблему, потом ищут способы их решения, да, вот, а потом в способах решения находятся новые проблемы, и вот этот ком, как бы, он тебя немножко отводит от реальности сегодня, то есть, ты теряешь смак жизни, который вокруг тебя, смак отношений, который вокруг тебя, за счет того, что ты пытаешься все время от чего-то защититься. А может быть, от некоторых вещей и не надо защищаться, понимаешь? То есть, оно, то есть, я считаю, что жизнь надо воспринимать в крайне реалистичной ее форме, которая есть сегодня. То есть, вокруг тебя есть любимые люди, дай бог, чтобы они были, вокруг тебя есть какие-то возможности, дай бог, чтобы ты их заметил, и вокруг тебя есть люди, которым ты можешь помочь своими возможностями. Я думаю, что это красота жизни. Отлично. Тогда, Марк, перейдем к практическую плоскость. Давай. Мы сейчас находимся с тобой в студии канала «Взляд с небес». Ты этот канал смотришь и подписан на него. Что бы ты мог предложить для того, чтобы этот канал стал более популярным? Ну, я смотрю не со стороны популярности, я смотрю со стороны нужности. То есть, как бы, да, есть каналы, которые развлекают людей. То есть, у людей, как бы, пришла грусть, они устали, им надо эмоционально отдохнуть, посмотреть боевик, к примеру. Есть каналы, которые чему-то учат людей, допустим, они научно-познавательные, информационные. Я думаю, что канал, который вы создаете, я думаю, что это должен быть все-таки вдохновляющий канал. То есть, который показывает, что есть бог над всем, но также бог дает возможности и способности человеку, которые человек может реализовать. То есть, показывает направление этих возможностей. Ну, допустим, я вот с Альбертом говорил, что интересная тема, ну, допустим, врачи, да. То есть, обыкновенный врач, который в больнице, что он делает? Он лечит людей. Он в своем роде целитель. То есть, он где-то творит чудеса с помощью бога, там, допустим. Где-то он очень искусный, хороший там доктор, хирург. Он занимается, это его жизнь, это его страсть. И не все понимают то, что внутри его душе происходит, когда он кого-то там, скажем, лечит, да. То есть, когда хирург кого-то оперирует, но у него есть огромное количество переживаний, как спасти этого пациента, что нужно сделать. Он не просто пришел там с ножом, там порезал и так далее. Будет жить, ну, окей, хорошо, удачная операция. Не будет жить, ну, ничего страшного, будет следующее. То есть, я думаю, что внутри этого врача есть целое мироздание по отношению к этому больному. Вот. И это красиво, это хорошо показать это людям, что, оказывается, есть профессии, которые несут жизнь, которые несут свет, которые несут сегодня что-то хорошее в этот мир. То есть, то же самое, допустим, учитель. Да, то есть, может быть, где-то это не самая популярная там профессия, но подсознательно, то есть, да, то есть, учитель зарабатывает деньги, но подсознательно он творит жизни людей. И когда человек понимает, что его работой, он не просто делает себе карьеру или деньги, он создает общество вокруг него. То есть, вырастут люди, которые будут помнить этих учителей. То есть, ты создаешь что-то с нуля в человеке. То есть, доктор, он создает жизнь, он исцеляет человека. Допустим, учитель создает знания, понимание этой жизни и так далее. То есть, я считаю, что вот такие каналы, они соединяют божественное с практическим здесь на этой земле. То есть, они показывают, что да, верующие люди, которые рождены свыше, и Дух Святой, он является помощником вот именно в этом направлении. Но мы это проекцируем, чем он может быть полезен на этой земле для людей. Ну, это практически меняет концепцию нашего канала. Мы исходим из того, что информация имеет как бы два свойства. Оно развлекает, как вот ты сказал в первом случае. А во втором случае, ну, пусть это вдохновляет, но на самом деле помогает принимать человеку решения. И вот мы, ну, как с одной стороны просветительские, с другой стороны, мне кажется, мы тот канал, который является таким вот посредником, мостом между разными сферами, ну, пузырями там жизни, да. Потому что, ну, все хотят жить в своем комфорте. И вот религиозная сфера за последнее время, на мой взгляд, она оказалась в такой стерильной изоляции, в которой ей хорошо выходить куда-то и не очень-то хочется. Особенно те люди, которые заняли в этом какое-то свое место, уж точно не хотят, чтобы что-то менялось. И в этом плане мы как бы вот становимся посредине и говорим, что вот есть и другие сферы. И что самое интересное, как эти другие сферы видят этот христианский мир с его там возможностями, недостатками и так далее. И вот это, мне кажется, наша миссия. В этой сфере что бы ты мог улучшить? Ну, что бы я, допустим, как бы подошел к религиозному миру, я бы все-таки показал многогранность религиозного мира. То есть, что очень много разных религиозных направлений, то есть, их социальную, их жизнь, допустим, чем они занимаются, что там, то есть, какая там кухня внутренняя творится. Потому что, ну, религиозный мир все-таки имеет связь, то есть, скажем так, нечто общее с душой человека. То есть, с духом, с душой, да. То есть, и ты можешь показать разные грани, допустим, как вот подобные вопросы решают там католики, допустим, там греки, там прославные копты, ну, все что угодно. То есть, ты показываешь многогранность, скажем, религиозного мира и многогранность понимания разных ситуаций. Потому что, как человек действует? Он действует в соответствии с тем понятием, в котором он вырос, да, с тем понятием, которое ему либо внушили, либо он понял. Но это может быть не единственное понятие, их может быть много разных. И в конце концов, даже может быть смесь каких-то понятий. То есть, потому что время движется, поколения меняются, какие-то вещи взаимодействуют и смешиваются. И понятие вчерашнее, оно было правильно для того времени, для сегодняшнего времени, возможно, должна быть какой-то микс каких-то понятий. И это может, в принципе, как бы канал показывать, что есть вот такие мнения, есть такие мнения, а есть взаимодействие вот этих мнений. Ну, предположим, семейный конфликт в разных культурах может по-разному решаться, я так понял? Да, но в современном мире с помощью интернета все это немножко уже становится другим. То есть, если раньше, допустим, семейный конфликт решался в одной стране одним образом, в другой стране другим образом, то сегодня люди открывают Google, YouTube и смотрят, а как же вообще происходит там или там. И делают выводы, а, оказывается, можно еще и так решить. То есть, оказывается, что есть еще и такие способы. То есть, люди все-таки любопытные и люди, ну, что-то делают для этого. То есть, вот я в своей сфере, я делаю музыкальные инструменты, я делаю гитары. То до недавнего времени, скажем, там 20 лет назад была там испанская школа, там итальянская школа, французская школа, там австралийская школа. Они были там немецкие, они были явно выраженные. То есть, явно выраженный стиль. Ты берешь гитару и смотришь, это явно выраженный стиль такой-то школы. То сегодня мастер, допустим, как я, он заходит в интернет и смотрит, кто что там делает, как делает. А, вот это вот интересно попробовать. Я вот смотрел, австралийцы кто-то и кто-то делают, надо попробовать. Раз сделал, и у тебя получился уже какой-то смесь, какой-то гибрид, там, и испанской, и австралийской. Все, то есть, и это уже свое, понимаешь? То есть, до недавнего времени, да, это было так. Но с появлением интернета, те же самые семейные конфликты, люди понимают, оказывается, что раньше не изучали психологию женщины, да, допустим, в одной стране, и считали, что вот так вот решается конфликт между мужчиной и женщиной. А сейчас, оказывается, есть там психология мужчины или женщины, что вот, ну, и все это применяется. Оказывается, что можно совершенно новым способом подойти к ситуации. Как ты относишься к многочисленным курсам в интернете, вот, всему пытаются учить? Открыть интернет-магазин, там, как там решать проблемы в семье и так далее. Это огромное разнообразие. Как ты к этому относишься? Ну, скажем так, есть много полезной, естественно, как ты знаешь, да, информации, есть много неполезной информации, вот. Как ты различаешь это? Ну, один из самых простых способов, это попробовать, естественно, да. Вот, это первое. А второе, что, скажем так, есть внутри человека, есть какой-то такой вот шлагбаум, нравится, не нравится. То есть, вот ты, у тебя есть какая-то проблема, к примеру, и ты чувствуешь, что данная ситуация, она, она тебя зажигает. То есть, оба-на, вот оно становится понимание. И ты прям всасываешь из этого курса, блин, как, я же этого не знал, ну, наконец-то. Ты эту проблему прошел, допустим, эта проблема, там, двухдневного изучения курса, ты пошел. И через два дня у тебя появляется другая ситуация, и этот курс уже не будет работать, понимаешь. А так часто бывает, что ты подсел на какой-то курс, он тебе решил какую-то такую микро-проблемку, и тебе кажется, что это, как бы, уже свет всему миру. Нет, это просто в данной ситуации вакуум, который у тебя был, этот курс тебе заполнил. В следующий раз, допустим, уже какой-то другой курс заполнил, понимаешь. Поэтому внутреннее это состояние, что это что-то делает, я думаю, это хороший, как бы, параметр. Но правильное состояние не застревает на этом одном. Ты живешь по озарениям, как их получать вообще? Ну, мы уже говорили о том, что надо себя слушать. То есть, первое, нужно услышать, кто ты такой. То есть, из чего ты сделал, что тебе нравится, что тебе не нравится. Это одно из самых главных правил жизни. Самое сложное. И простое. То есть, самое сложное и простое. Самое простое, почему? Потому что ты просто один раз признаешь, что есть я, и этот я, есть я, и не ты, и не он, и так далее. Понимаешь? То есть, ты как бы настраиваешься на эту волну честности по отношению к себе. Мне нравится кофе с сахаром, даже если все вокруг пьют кофе с молоком. Понимаешь? И когда тебя спрашивают, а почему ты не пьешь с молоком? Это же вкуснее. Ну, потому что мне так нравится. А почему тебе так нравится? Это же ты же... Мне так нравится. Я это люблю. Понимаешь? Я себя уважаю. Мне нравится. Ты пробовал кофе с молоком? Пробовал. Мне не понравилось. А вот это мне нравится. Спасибо, Марк. Я вот рассчитываю на то, что, может быть, мы будем делать дистанционно программы, где конкретно тебе задавать вопрос, проблему, а ты, может быть, сможешь на нее как-то отвечать. Ну, как вот такой мотивирующий человек, консультант. Ты не против? Да, с удовольствием. Я, наверное, ближе доброжелатель. Такой авантюрист, энтузиаст, доброжелатель. То есть, это моя жизнь, это мой опыт, и я сам заряжаюсь от других вещей. Если чем-то могу быть полезен в жизни человека, почему бы и нет? Ну, попросим наших зрителей, слушателей, может быть, у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. Марк постарается их решить. Ну, может быть, громкое обещание заметить. Да. Всего доброго. Продолжение следует...